Клево всем друзья! Выскочу на несколько часиков на воду, попытаться хоть что-то поймать, получится не получится не знаю. В холодильнике с двух рыбалок осталась прикормка, ничего не добавлял, как есть, в заморозке лежала. Собрал, подкрасил ее в коричневый цвет, была очень светлая. Разнообразие, запах специй сильно стоит. Сейчас налиплю шаров и закормлю точку. В основном буду кормить сразу большей частью сразу, оставлю чуть прикормку под корм, чтобы периодически подкидывать небольшие шарики под подплывок, чтобы если рыба зайдет, удерживать ее на точке. А так, вот такими вот шариками буду кормить. Сжимать шарики желательно по-разному, чтобы они были разной плотности, чтобы разбухали по-разному. Таким образом, на дольшее время хватило именно работы самой прикормки при раскрывании шара. Когда шар раскрывается, он начинает более активно пылить, выделять всякие частички, выделять масла из прикормки, тем самым привлекая рыбу с большого расстояния. Поэтому, если у нас этот процесс растянется на более долгое время, то эффект привлечения рыбы частичками в толще воды будет дольше. Первый раз тут ехал, не знаю куда, приехал, увидел речку, нашел место где встать, попробуем, вдруг что-то поймаем. Шары готовы. Глубина в месте ловли всего метр. Забрасываю, чтобы определиться, куда кидать шары, видеть. И начинаю закорм. Кормлю, чуть-чуть не добрасывая до поплавка. После закорма рыба собралась довольно быстро. Пока это уклейка и несколько густерок. Ну, хоть что-то поклевывает. Уже не скучно. Буду надеяться на карасика. У меня несколько видов наживки, опарыш, червь, манка и кукуруза. Посмотрим, вдруг что-то соблазнит пузатого. Ну, думаю, с полчасика до его прихода у меня есть, поэтому пока буду развлекаться опарышем. А где-то через полчасика буду уже пробовать более крупные другие насадки. Вот он, подошел, карасище. Смотрите, друзья, вот это монстр. Во, карасище огромный. Но он клюнул, я его поймал. Беги, малыш, домой, зови бабушку, дедушку. Вот так вот. Хороший живец клюет. Ну, надеемся, раз малыши подходят, за ними и взрослые подтянутся. Вот он такой. Точно такой же забагрился. Офигеть. Вот это да. Ник, руки собрались. Я надеюсь, не только такие клевать будут. Ого, плотница. Рыжая красавица с рыжими плавничками. Специальные очки. Модель, которая одевается сверху на три оптика. Полярики. Очень классная вещь. Раньше в магазинах было ее полно, сейчас давно их не видел. Они в продаже шли в трех размерах. Маленькие, средние и большие. Это модель средняя. И опять забагрился. Еще меньше карасик. Ребята, смотрите. Вообще. И вот там по ходу валом вот этого вот дикого и опасного зверя. Ужас. Крупного нет, а вот это вот чудо собралось. О, здесь карасик, ребята, друзья. Я его поймал. Вот он. Карасик. Небольшой, но карасик. Вот такой красавец. Смотрите. Значит, что я сделал, друзья. Значит, сейчас расскажу подробно. У меня оснастка, где основные груза, основные груза и подпасы. Как делать такую оснастку, можно посмотреть, перейти по ссылке. Я там очень подробно все рассказываю, показываю в аквариуме, как что работает. У меня было три маленьких грузила подпаска здесь. Один подпасок разбит на три маленьких груза. У меня потихоньку тянуло. На дне куча мусора, крючок все время цеплялся. Подпаска не хватало для того, чтобы заякорить поплавок, чтобы его не тянуло. Чтобы его не тянуло. Я от основных грузил сдвинул еще два груза. И таким образом получилось заякорить поплавок. В итоге тянуть перестало, крючок цепляться за дно перестал. Лежит на месте, поклевки видно. Вот сейчас после этого новшества поймал первого карасика. Я подпасок положил на дно. Чтобы не тянуло, добавил к нему еще два. В итоге поплавок не тянет. А чувствительность не сильно изменилась из-за того, что эти маленькие груза, которые я добавил, они небольшие. И в принципе, вот, поклевка была отчетливо видна. Рыба поймана. Иди сюда, иди сюда, иди кто там, кто там, кто там, кто там. Маханький карасик, Люма. Вот такой вот огромный зверь клюнул. Как потопил, как потопил, аж страшно было. Иди сюда, иди сюда, опять зверь. Опять такой же зверь. Сколько его там собралось, а, ребята? Друзья, вот такие звери клюют. Возможно, крупные особи стоят дальше, а я удочка не достаю. Или камышак. Что там такое? Что там? На червячка. Ой, как он клюнул на червячка. Вот такой красивый. Здоровый. Отличный живец на щуку. Но, придет подрастать. Вау! Поклевки на счет 15-20 вот этих вот зверей. Вау! Забагрил и идут на укрупление, друзья. Все, по размеру рыбу укрупняюсь. Я попал на детский сад карасик. Так, кто на манку? Детям нужно кушать кашку. Вот маночка. Какой-то хулиган в виде плотвы клюнул на кашку. Он более хулиган, а не всегда более шустрый. Индустрия на вкусняшку клюнул. Интересно знать, воспитатели подойдут или родители за две тьми. Ага, скот! О-о-о-о-о-о! Кто-то из воспитателей. Не, это старшая группа. Опять детский сад карасик. О-о-о-о-го-го! Нифига себе! Ахахахахаха! Что это там такое? Дереваяturza Ох, ох, нифига себе, кто-то из старших подошел в группу. Вот такой красавец, а как он борется, а вот это кайф. Иди сюда, иди сюда, ох, нифига себе, вот это он прет, красавец, давай, давай, давай. Небольшие, а такие бойцы, или дети, или бойцовый караси плюют, офигеть, вот это кайф, ребята, кайф. Небольшие, но бьются до последнего. Вы можете перейти по ссылке и посмотреть, как на одной из рыбалок я ловил на флетфидер, ливали караси грамм по 600-800, и они вообще не сопротивлялись. Здесь маленькие и бьются действительно как бойцы. Иди, мой хороший. Ой, как красно он вводит, это просто кайф. На, иди сюда, иди сюда. Красавец! Пока лучше всего работает белый опарыш, всего один надетый чулком. И червячок тоже себе показал одетый чулком, неплохо. Пока больше всего рыбки поймал именно на одного белого одетого чулком. Слава, что у вас есть? Вот, сапричка, дарок, щеклая, на удочку, тузиков, которые сопротивляются. Для этого и все шикарно. Опять один белый опарыш. Осталось около часа рыбалки, осталась прикормка, а у меня осталась прикормка, не хочу домой уже везти еще раз в морозе, сейчас ее докормлю Вот так, или сработает, или вообще больше плевать не будет, или сработает, или вообще плевать не будет, посмотрим Мелкий тут, мелкого не напугать таким грохотом Этот как будто бы наоборот сбежался Да, живец, кому живец Знаете, друзья, я рад, что в этом водоеме мне вот в большом количестве ловится вот этот карасик Это говорит о том, что здесь карася много, здесь он вовсю плодится Потому что на следующий год и на последующие года сюда можно будет приезжать именно за карасем Это очень хорошая новость Ловлю удочка, 6-ти метровая, основная леска 0,12, поводок 0,12, поплывок 1,5 грамма Давай, ну вот они бьются, а, вот это кайф, какой красивый, толстый, небольшой, но вот такой золотистый, красавец, толстенький Наелся, прикормки там, наверное Наелся, прикормки там, наверное Детская поиски там, нерри, чтобы просто купить все две столицы И slipped дня Ну что, времени ловить все меньше и меньше, а клюют исключительно маленькие вот такие карасики. Поймал их уже за 50 штук. Очередной детсадовец. Я таких с детства не ловил. Еще и в таком количестве это нечто. За 50 штук, представляете, друзья? Друзья, вот таких вот. Ну что, друзья, 3 часа рыбалки пролетело как 5 минут. Улов невелик, причем не по количеству, именно по размеру. Больше пяти десятков вот таких маленьких карасиков от 3 до 5 сантиметров длиной. Ну и чуть-чуть подловил на жареху, рыбки немного, но на пару сковородочек кайфануть. Один вот такой, один вот такой красавец. Вот такой красавец. Клюнул, бился. Аки-волк. Вот такой. Красивенький. Ну и чуть-чуть вот на жареху наловил, 3 часа рыбалки отдохнул, кайфанул. Друзья, до встречи на воде. Желаю вам чаще выезжать на воду и ловить рыбу.